Я вам покажу, что должно быть Гет. Первое, продолжаем на трактат Гитин, Даф, Бет. Второе, начинаем в семинах Тава и Мазал, Тав, Новый Масехет. Я расслаблюсь в Девере Тауралин и Шматкова, наше имя Руслан, Ермьево, наше имя Руслан, наше имя Руслан, наше имя Руслан, наше имя Руслан, и наше имя Руслан. Как называется Масехет? Гитин, от слова Гет, в множественном числе, получается Гетин. Теперь откуда мы знаем, что должен быть Гет? Написываем в послуг 2. И напишет ей книгу разводную, критут разрывающую, даст ей в руки и отправит из дома. Мы посмотрим, что на самом деле не обязательно, чтобы сам муж писал, и не обязательно, чтобы он сам передал. Можно писать посланник его и передать его посланник, а она может назначить посланников. Но главное слово здесь, катав ла, написал для нее, что это должен, ла, для катав ла, что гет должен быть написан в ее имя. Для нее именно. Дальше посмотрим в конце листа, что человек не может принести гет и сказать, смотри, на улице найдет какой-то гет. Кто написал для своей жены другой человек, его имя подходит, имя его жены подходит, такой гет он не может использовать. Почему? Гет должен быть написан для вот этой конкретной женщины. И так же мы посмотрим, что шалер, посланник должен будет говорить, бефанай нехтав и бефанай нехтам. Он должен будет свидетельствовать, что этот гет написали, этот посланник должен свидетельствовать, что этот гет написали и подписали при нем. То первое, Мишна говорит здесь так. Теперь Хтамсуфер спрашивает интересный вопрос. Рахамин говорит о вопрос. Обычно Масеха начинается с чего-то хорошего. Почему же наш Масеха начинается с того, как говорит Мишна Хамеви гет мим динатаям? Человек, который приносит. То есть посланник приносит гет из-за моря. Имеется в виду, он принес этот гет в Израиль и за границ Израиля. Муж за границей, жена в Израиле, принес посланник этот гет. Объясняется Хтамсуфер. Да, гет это что-то нехорошее, как мы дальше посмотрим. Когда человек, не дай Бог, разводится своей женой, даже не сперет своей женой, в Мисбеях, даже жертвенник проливает слезы. Но, говорит Хтамсуфер, если муж за границей, а жена здесь, то если они не совмещаются и не могут жить вместе, то тогда правильно будет дать гет, чтобы она снова свою жизнь начала сначала. И так говорит Мишна. Человек, который принес гет из-за моря, имеется в виду, из-за границы Израиля, он должен сказать, то есть, муж назначил его посланником, он должен сказать, что передо мной этот гет был написан и подписан. Как объясняет Раши. Раши говорит, что вся за границей, даже если это прям за границей Израиля, следующее государство, даже еще ближе, как мы посмотрим дальше, говорит Раши, все государства за границей Израиля, называются Медината-Ям, за морем, кроме Бавеля, кроме Вавилона, что там нужно написать, что написали, подписали мне, во всех государствах, кроме Вавилона. Дальше говорит Морам, что? Почему в Вавилоне было много мудрецов, поэтому они знали, как правильно писать гет. Дальше говорит Мишна. Рабан Гавелер умер, афа ми бимин, ха реким, умин, ха хайгер. Рабан Гавелер говорит, даже если он принес этот гет с города, который называется Реким или Хайгер, что это мы посмотрим сегодня нам, Морам объяснит, Мишна объяснит, границы Израиля, что Реким и Хайгер, это были южные города Израиля. На самом деле это самые западные, города, восточные города Израиля, Мизрах. Даже если вот этот город, прямо на границе Израиля, когда Мишна объяснит, что это считается за границей Израиля, принесли в Израиль, это прямо близко, прямо на границе, все равно считается за границей, должен сказать, рядом со мной он был написан, при мне он был написан, и при мне этот гет был подписан. на границе на границе с израиля израиль или за границей израиля даже на беле зер омер афилу микфор лудин ле лот говорит не только так а он говорит даже из деревни лудин в городе лот теперь какая между ними разница если мы посмотрим вот эта линия это скажем река иордан или это восточная граница земли израиля здесь город лот зеленый здесь деревня лудин синяя и это деревня людей то есть этот лод граница не прямая у него а это немного территории этой деревни которая сама за пределами израиля входит в эту деревню входит в город лот сам город лот это израиль это на территории как бы входит немного в израиль но это за пределами израиль все эти люди в этом городе в этой деревне ходят туда-сюда, они вместе общаются, они вместе там близко. Все равно Рабелезер считает, что принес отсюда за пределы Израиля в город Лот, в деревню Лудин. Город Лот должен сказать, что предо мной это считается за пределами Израиля. Должен написать, премьер был написан и премьер был этот гет подписан. Дальше. Теперь Гмара объясняет нам спор мудрецов в отношении городов Израиля. Хахамин говорит, что только гет, который приносит из-за пределов Израиля в Израиль или из Израиля в запределы Израиля, там нужно сказать, премьер был написан, премьер был подписан. Игмара объяснит, в чем мудрецы спорят с Танакамой, в чем их отличие. Дальше Мишна продолжает. Говорит, человек, который перенес гет с одного государства в другое государство за пределами Израиля, с Германии во Францию скажет, все равно нужно сказать, премьер был написан и премьер был подписан. Давай. Дальше говорит Гмара. Раби Шимон Мигра говорит, что даже если этот гет переносится в Хахамин в одном государстве, в одном городе, но этим городом управляют разные люди. Как мы знаем, когда после войны Берлин разделили на две части, прямо в городе Берлин была стена, берлинская стена, которая развивалась западную Германию на восстановительную Германию. И люди с одной стороны Берлина не могли переходить в другую. Даже вот так они близко находятся. Говорит, Мишна на границе Израиля. Рахамин реким. Он говорит, начиная с реким, это самая восточная часть Израиля, и на восток, это уже за границей Израиля, и реким ходит в эту заграницу, на восток. На юге, самой южной границы, это город Ашкенон, и он тоже за границей считается Ашкенон, так говорит Гмара. Ако у нас самая северная точка, и он считается за границей. Но мы дальше посмотрим, что на самом деле есть, которые мудрецы говорят, когда они прощались, они провожали своих друзей до города Ако, потому что не хотели уходить из Израиля. Обязание Хахамин, часть города Ако в Израиле, часть города Ако за пределами Израиля. Как бы там ни было, во всех этих случаях, реким прямо на границе находится, это Ашкенон, прямо на границе Израиля, принесли оттуда Гет в Израиль, должны сказать, передо мной был написан, и передо мной этот Гет был подписан. Дальше, а почему западная граница Израиля не обсуждается? Север сказали, юг сказали, восток сказали, потому что на западе море, там нету никакого государства, там нету никакого города. Лод. А? Лод на востоке. А это там, где море, там, то граница моря, там нечего говорить. Дальше, но Робимер говорит, нет, Робимер Омер Ако керит Сраэль легитим. Робимер говорит, нет, город Ако все равно, что земля Израиля для Гет, поэтому там не нужно будет говорить, предо мной написали, предо мной подписали. Теперь говорит Мара, объясняет нам, почему нужно вот этому человеку, посланнику, который принес этот Гет, именно так сказать. Два мнения теперь. Два мнения, это два мудреца с похожими именами, только пишутся по-другому. Одного зовут Роба, другого зовут Роба. Какая между ними разница? Роба пишется с буквой Гей в конце, а Роба пишется с буквой Али в конце. Теперь говорит, Роба говорит, вот Роба кончается на Гей, и его причина буква Лишма. Что он говорит? Люди, которые за пределами Израиля, они небольшие мудрецы, они небольшие Роба, они не знают, что Гет должен быть написан для каждой женщины во имя этой женщины. Поэтому тот, кто принес этот Гет, он должен сказать, что этот Гет был записан и подписан предо мной во имя этой женщины. Как написано в Тории, как мы сказали, что говорит в Тории, и напишет ей разводное письмо, разводную книгу. И Раша объясняет, как мы сказали, что они не были в ней Тора, поэтому эти свидетели должны засвидетствовать, что это было Лишма. Дальше. Теперь, а что говорит Роба? Роба говорит, что нужно два свидетеля, Рахамим, для чего? Что? Если муж передумает, с ней разводится, и потом придет, скажет, но этот Гет я не писал, это подделанный Гет. Тогда что получится? Так как он за границей, мы не можем найти свидетелей, которые могут подтвердить, что он там написал этот Гет. Поэтому что происходит? Он говорит, что нам нужно, чтобы человек сказал, что этот Гет был подписан, он приходит в Бедзин, и тогда уже, даже если муж придет, мы ему верить не будем. Игмара говорит, что какая разница между их мнениями. Есть три разницы между мнениями Роба и Роба. Первое. Разница будет, что если принесли этот Гет два свидетеля, тогда что получается? Два свидетеля принесли, тогда уже муж не сможет это опровергнуть. В этом случае, все равно Роба говорит, почему должны написать его правильно Лишма. Все равно, даже если принесли два свидетеля, все равно они должны сказать, что написали и подписали для этой женщины. Ли Роба говорит, нет, главное, чтобы муж не мог опровергнуть. Есть два свидетеля, он уже опровергнуть не сможет. Это первая разница. Вторая. А что если этот посланник принес письмо в том же государстве, с одного города в другой город, с одной провинцией в другую? Ли Роба все равно говорит, они не знают, как там писать Гет, поэтому нужно писать ему Лишма. Ли Роба, ло Баэлеме Мар. Роба же говорит, нет, по мнению Роба не нужно будет это сказать. Дальше имидинал, 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 имидинал. Или с одной провинцией в Израиле в другую. Мы знаем, что раньше было время, когда Израиль был разделен на две части. Израиль, северное государство и южное. Поэтому говорит, там ли Роба, ло Баэлеме Мар. Тогда для Роба не нужно будет. Почему? Потому что мы говорим про когда, когда нету между ними сообщения. Когда они не ходят караваны. Что тогда? Получится, что Роба говорит, ло Баэлеме Мар. По его мнению, не нужно будет говорить, что написали при нем. Ле Роба, баэлеме Мар. Но для Роба, так как он говорит, что нужно, чтобы Герниатам не опровергнули. А этих свидетелей мы оттуда достать не можем. Караваны не ходят. Поэтому по его мнению, нужно будет сказать. Давай, Рахамим. Последний. Три. Дальше говорит Гмара. Роба говорит, спрашивает Гмара, почему достаточно в этом случае, чтобы всего лишь был один свидетель? Всегда нам нужно два свидетеля. В законах денежных, в законах жизни и смерти нужно два свидетеля, чтобы свидетельствовали. Здесь человек приносит Гет и говорит, вот этот Гет муж передал. Передо мной этот Гет был написан, передо мной Гет был подписан. Сколько свидетелей, сколько посланников? Один. Почему мы добираем? Как Гмара, лиме, липая, тре, нужно два. Мидиде, дахаба, ахалю, дьод, шипе, тона. Что? Что? Не должно быть разницы между другими. А с лучшими вдоль, как мы сказали, с деньгами или смертной казнью. Это хад не иман бисулин. Кто хочет ответить, у нас есть правило. Это хад не иман бисулин. Что значит, один свидетель, мы ему доверяем в законах, разрешенном и неразрешенном, кашерном и не кашерном. Тора верит. Например, я прихожу в гости к своему другу, и он говорит, это мясо кашерное, я его зарезал, я отделил все жиры, то, что нужно, что нельзя есть, я его откошеровал и так далее. Или он мне дает какие-то фрукты, овощи, и говорит, я от них действительно отделил, мы ему верим или нет. Мы ему верим. Он один, всего лишь свидетель, он один, который это говорит, все равно мы ему верим. Как, например, мы сказали, когда мы верим, говорит Мара, когда мы этому верим. Когда мы верим этому человеку, когда у меня есть кусок жира, и я не знаю, этот жир кошерный или нет. Вот этот жир, это называется по-нашке, по-рукаласскому, чарбу. Чарбу, чарбу, это жир, который не кошерный, который находится на животе коровы или барашка. Он как платье. Он, да, теперь, я не знаю, этот жир кошерный или нет. Человек приходит и говорит, знаешь, что это кошерный жир. В этом случае я ему доверяю. Почему? Потому что еще не укрепился за ним запрет. Он не был ассур и не был мутант. Я не знал. В этом случае я могу довериться одному человеку, не надо мне два свидетеля, чтобы сказали, нет, это жир кошерный, не беспокойся, можешь его кушать. Там еще запрет не укрепился. Аха, итхазек, иссура, дешет ищ. Здесь же уже запрет закрепился за ней, она была замужем. Как я могу сейчас, когда есть один свидетель, что этот гитт правильный, разрешить ей выйти замуж за кого-то другого? Кроме этого, Это называется то, что касается интимных отношений. А когда это касается скульевских отношений, минимум нужно два свидетеля. как же даяли давар-давар мимо почему откуда мы это знаем есть посту который говорит кимаца байр ват давар когда человек разводится своей женой если увидел в нее нехорошее поведение она развращается это вопрос мужчины мужей жены а то что касается денег альпишны и дим якум давар по двум свидетельствам будет будет решен вопрос давар-давар здесь два свидетеля с деньгами так и здесь женщины должно быть два свидетеля почему один свидетель один посланник достаточно на самом деле говорит большинство людей они до знают как писать гет и даже не обязательно чтобы человек сказал этот гет написан и записан предо мной это мудрецы сказали даже в мере который говорит но мы все равно не верим может есть какая-то маленькая группа который не знает в этом случае это минимальная это 99.9 процентов знают как писать может быть есть одна десятая процент который не знает даже рэбби мерзи согласится кто сказал что этот посланник должен сказать предо мной написали подписали этот гет хахами мудрецы издали этот закон поэтому раббанангу датсрух веаха мишум игуна акиру бе раббана и здесь для того чтобы эта женщина не осталась одиночкой без мужа сами мудрецы поставили этот закон что нужно чтобы посланник сказал предо мной написали и подписали и достаточно одного посланника одного свидетеля и не обязательно чтобы было их два продолжим на следующем лице бару хадуна или улам аминь аминь